Здравствуйте, я Юлия Савушкина. В ближайшие полчаса самые актуальные жизни региона. И сейчас коротко о главном. Ремонт дороги должен завершиться до октября. Успеют ли дорожники и какого качества асфальт уже успели положить на главной улице Тамбова, знает Павел Юрасов. На сегодняшний день завершено около 70 процентов всех ремонтных работ на улице Советской. Дорожники заканчиваются обустройством примыканий и выкладкой тротуарной плитки. Также полностью заменена система освещения над главной магистралью города. Как отмечают заказчики, дорожники успевают в срок. Перспективы образования с сельскохозяйственным уклоном. Расскажем, какие темы поднимали в рамках третьего форума «Агрошкол России». Заниматься на опытных площадках в Татановской школе начинают еще в пятом классе. И вплоть до девятого каждый урок технологии здесь проходит за изучением процессов выращивания овощей и фруктов. Вот, кстати, что получается в результате. Это ребята угостили. Очень сочные. Они всегда готовы к состраданию и самопожертвованию с теми, кто своей кровью спасает чужие жизни, пообщался Дмитрий Шапкин. Почетный знак. Донорская слава Тамбовщины. Как всегда, вручают лучшим из лучших. В этом году его обладателями стали 28 человек, совершивших более 100 донаций крови. Развитие промышленного потенциала Мичуринска, строительство нового железнодорожного вокзала Наукограда и запуск автобусных маршрутов из Тамбова. Эти и многие другие вопросы во время своего визита в Мичуринск обсудил с жителями в Реугловой администрации области Максим Егоров. Вместе с ним отправилась и наша съемочная группа. Уникальное высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Широчайший спектр электротехники гражданского назначения. Оборудование для газовой и нефтяной сферы. Все это Мичуринский завод «Прогресс». Максиму Егорову показывают цеха предприятия, который является одним из пяти крупнейших в регионе. Здесь несколько лет назад разработали и создали искусственное сердце. Например, это цех гальванотехники с новейшим оборудованием, где на станках трудятся десятки сотрудников. А это будущий новый аналогичный цех. Совсем скоро его планируют ввести в строй и насытить оборудованием. Все, что летает, летает благодаря вам. Эту фразу в Рио глава администрации области Максим Егоров произнес после того, как посетил новый и старый цеха Мичуринского завода «Прогресс». Он осмотрел предприятие, поговорил с людьми, а также встретился с коллективом. Коллектив предприятия более двух с половиной тысяч человек. Естественно, узнав, что приедет в Рио глава администрации региона, многие захотели встретиться с ним и задать наболевшие вопросы. Встречу организовали на площадке возле проходной завода. У вас очень важное направление деятельности. Вроде детали незаметные, но очень нужные. И от вас, конечно, зависит, чтобы наше небо было медным. И, конечно, большое вам за это спасибо. Давайте поговорим про город, какие есть вопросы. Готов и на какие-то неудобные вопросы ответить. Одним из первых жителей задали вопрос про открытие нового стадиона города. Максим Егоров сразу отметил, это и осенью он заработает. Кроме того, горожане поинтересовались планами по благоустройству города. Хотелось бы задать вам вопрос от лица коллег и друзей. Есть ли еще какие реализованные проекты, которые будут в нашем городе? У нас будет делать центральная улица, центральная площадь, которая в центре города, перед церковью, площадь Мичурина. Там действительно очень интересный проект. Мы его обсуждали и с Максим Викторовичем, и обсуждали его с жителем. Это будет такой центр притяжения. И в следующем году мы его точно сделаем. А вот одной из наболевших проблем является нехватка персонала в детских клиниках. У нас в Мичуринике есть две детские поликлиники. И в нашей поликлинике очень не хватает врачей. Врачи есть, но их очень мало, и они очень сильно загружены. Так как у них в день по 28 вызовов только две детей. В нашей области, вы знаете, у нас есть такие программы, как «Земский доктор», «Земский фельдшер». Они раньше были рассчитаны на населенные пункты менее 50 тысяч человек. И это субсидировалось покупка жилья, проживание, врачам дополнительные заработные платы. Но ваш город раньше в эту программу не попадал. Вот в этом году мы приняли решение о том, что во всех городах, в том числе и Мичуринске, и в Тамбове, в которых выше 50 тысяч человек, будет запускаться данная программа. Сразу после встречи с коллективом завода Максим Егоров ответил на множество наболевших вопросов жителей города, которые собрались в одном из местных домов культуры. Одной из важных тем стало продолжение программы «Дворы Тамбовщины». 31 августа или 2 сентября мы будем открывать первые дворовые территории. Лично тоже приеду, потому что принимал активное участие и с жителями обсуждения. Несколько раз уже приезжал так инкогнито, смотрел, как производятся работы. На следующий год мы «Дворы Тамбовщины» будем продолжать. А здесь уже вам надо вместе с администрацией города определить те дворовые территории, которые будут делаться в следующем году. Также Максим Егоров отметил, что в будущем Мичуринске построят полноценный вокзал «Мичуринск-Воронежский». Договоренность об этом с РЖД уже есть. Кроме того, к поездам, которые следуют до столицы, от этого вокзала из Тамбова планируют запустить новые автобусные маршруты. Дмитрий Шапкин, Илья Тырс, Александр Кобзарев, Область новостей. Промышленникам региона предлагают сотрудничество с представителями Юго-Восточной железной дороги. Направление взаимодействия стороны обсудили на встрече в областной торгово-промышленной палате. Тамбовская область – второй регион, где проводят встречу между представителями предприятий и Юго-Восточной железной дороги. До этого делегация побывала в Липецкой области, где договорились о сотрудничестве в части изготовления деталей и арматуры контактной сети для железной дороги, а также новых видов антикоррозийных покрытий. Главной задачей взаимодействия должно стать развитие инновационных проектов РЖД, вклад в которые могут внести и тамбовские компании. РЖД заинтересована в развитии сотрудничества с нашим регионом, и поэтому мы надеемся, что в ходе встречи будут достигнуты конкретные договоренности по поставкам, потому что какие-то предприятия уже активно работают, какие-то планируют сотрудничество с РЖД, и возникают, так как РЖД все-таки достаточно большая структура, возникают сложности коммуникации, мы надеемся, что сегодняшняя встреча поможет эти сложности преодолеть. Также в Торгово-промышленной палате региона отметили, что такое сотрудничество позволит тамбовским предприятиям выйти на новые рынки сбыта. В условиях сложной экономической обстановки, уверены специалисты, это хорошее подспорье для наращивания объемов производства. Максим Ягуров провел встречу с активом поселка «Строитель». Врио главы администрации Тамбовской области обсудил с жителями актуальные вопросы, касающиеся населенного пункта. Подробности у Дмитрия Сергеева. Встречу начали с самого острова для строителя вопроса, а именно водоснабжения. Напомним, что недавно из-за порывов жители поселка несколько дней оставались без воды. Врио главы администрации области Максим Ягуров сообщил, что в ближайшем будущем проблема начнет решаться комплексно. По сути, будет создана единая коммунальная система водоснабжения областного центра и поселка, которая станет гарантом безаварийной поставки ресурсов дома жителей. Кроме того, будет реализован проект системы полной очистки, появятся дополнительные скважины, будут построены две нитки водовода по 13 километров на Борщевский водозабор, а трубы протянуты до Тамбова. То есть мы связываем два населенных пункта между собой. И в случае, если будут какие-то перебои на Борщевском месторождении, он будет основным. А три скважины, даже четыре, которые сейчас действуют, еще плюс три, они будут резервные на случай, вдруг что бы не случилось. И город, мы будем промогать и городу, и в свою очередь город будет помогать, если перекачку делать сюда. То есть мы делаем полностью единый комплекс жилищно-коммунального хозяйства в части воды с городом. Решаются задачи и в части водоотведения. В этом году пройдет реконструкция канализационной насосной станции номер 13. Это позволит, в частности, решить проблему неприятного запаха на третьем пятачке поселка, о которой в строителе постоянно говорят. Коснулись навстречи благоустройства. Тут жители пожаловались, что у них не окашивают траву. Максим Егоров рассказал, что есть решение Верховного суда, согласно которому этим обязаны заниматься управляющие компании. Поэтому, если они вас не слышат, есть орган государственного жилищного надзора, есть прокуратура. Вы имеете право туда обращаться. И есть уже позитивные, когда у нас органы государственного жилищного надзора заставляют управляющие компании выполнять эти функции. Если нет, то мы их можем лишить лицензии. Они им будут работать. Также на встрече поговорили о ремонте дорог, законности размещения торговых объектов и других актуальных для поселка вопросах. Максим Егоров принял во внимание просьбы жителей для дальнейшей проработки. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей. Ремонт дороги на улице Советской на участке от Максима Горького до Комсомольской площади должен завершиться до октября. Успеют ли дорожники в срок и какого качества асфальт уже успели положить? Ответы на эти вопросы вместе с общественной комиссией искал мой коллега Павел Юрасов. На сегодняшний день завершено около 70% всех ремонтных работ на улице Советской. Дорожники заканчиваются обустройством примыканий и выкладкой тротуарной плитки. Также полностью заменена система освещения над главной магистралью города. Как отмечают заказчики, дорожники успевают в срок. Работы на улице Советской проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контроль за ходом работы осуществляют и ведомственные, и общественные организации. С инспекции на Советскую отправилась комиссия из представителей ГИБДД, экспертов дорожной лаборатории, представителей городской администрации и проекта «Безопасные дороги». Будем брать, наверное, пять точек по три керна. Испытаем на водонасыщение, соответственно, определяем степень, коэффициент уплотнения. Также смотрим конструктив. Параллельно идут ребята, смотрят продольные поперечные уклоны. Сегодня ночью еще будем договориться с лабораторией. Будут проведены испытания продольной ровности на всем участке. Поперечный уклон дороги устраивается искусственно при строительстве. Говоря просто, середина дороги должна быть выше краев. Такой наклон не мешает нормальному движению, но позволяет отводить воду от дорожного полотна. Первый осмотр показал, что по этому пункту на Советской все в порядке. Кроме того, сразу на нескольких точках специалисты отобрали пробы асфальта, так называемые керны. Их исследуют лабораторно, а также визуально, измеряя толщину слоя. Здесь вот в равном числе должно быть 4 сантиметра толщины в среднем. То есть может быть чуть меньше, чуть больше, но в среднем не менее 4 сантиметра. Если менее, это уже вопрос. Подрядчику, потому что сэкономив на толщине асфальта, можно заработать больше денег, но качество от этого резко ухудшится. Если комиссия выявит какие-то нарушения, то в зависимости от их тяжести, либо будет предъявлено административное предписание подрядчику, либо к разговору будут привлечены правоохранительные органы. Итоговые результаты контрольных мероприятий станут известны лишь после лабораторного анализа образцов. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. С 22 по 31 августа на территории региона проводится третий этап Всероссийской оперативно-профилактической операции МАК. Накануне сотрудники полиции уничтожили очаг дикорастущей конопли в Притамбовье. В рамках третьего этапа операции МАК тамбовские полицейские обнаружили и уничтожили очаги произрастания конопли в поселке Новая Ляда. Дикорастущее растение пришлось запахать на площади полтора гектара. Удалось уничтожить около 300 килограммов наркотического сырья. В период проведения первого и второго этапа операции по фактам незаконного культивирования наркотикосодержащих растений возбуждено три уголовных дела по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Зарегистрировано шесть материалов проверки. Всего в результате двух этапов операции выявили 172 очага дикого произрастания мака и конопли на площади 35 тысяч квадратных метров. Вес уничтоженных растений составил 3,5 тонны. УМВД призывает жителей области сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 790954. В Тамбовском районе вновь обсудили перспективы образования с сельскохозяйственным уклоном. Тему подняли в рамках третьего форума Агрошкол России. На примере регионального центра агробизнес-образования в Татаново представители школ, вузов и научных центров из 40 регионов страны познакомились с моделью современной сельской школы, чтобы распространить опыт на другие учреждения. Подробнее в сюжете нашей съемочной группы. Вот уже 10 лет в селе Татаново под Тамбовом работает центр агробизнес-образования. На пришкольной территории соседствуют десятки видов сельскохозяйственных культур, которые в процессе обучения выращивают здешние школьники. Вот плоды этой деятельности оценивают представители образовательных организаций, а также ученые и фермеры почти со всей России. Это делегации третьего форума Агрошкол, одна из задач которого – проработка модели современной сельской школы. Татановская школа в данном случае своего рода пример для подражания. Заниматься на опытных площадках в Татановской школе начинают еще в пятом классе. И вплоть до девятого каждый урок технологии здесь проходит за изучением процессов выращивания овощей и фруктов. Вот, кстати, что получается в результате. Это ребята угостили. Очень сочная. Под стать вкусовым качеством и количественные показатели, говорит одиннадцатиклассница Ксюша Кузина, которая уже больше шести лет занимается выращиванием картофеля на пришкольном участке. За это время девочка научилась не просто работать на грядках, а работать эффективно, подбирая лучшие условия и сорта, чтобы получить достойный урожай. Мы выращивали четыре года, отбирая свои семена из того, что вырастили. Через время, через эти четыре года, нам поставили новую партию семян. Мы их вырастили, заметили такую разницу, что когда мы выбирали из своих семян и выращивали в последний год, у нас получилась одна сумма общая картофеля. А потом, после поставки, разница плюс 90 килограмм. Достаточно большая для этого участка. Очень картошка, кстати, вкусная, особенно Женечка. Можно ее даже посоветовать. К слову, посадочный материал школе поставляет крупная селекционно-семеноводческая компания, которая также уже не первый год выступает инициатором проведения агрофорума. Взаимодействие агрошкол с партнерами, в том числе с представителями бизнеса, уверены участники встречи, одно из условий для того, чтобы сельская школа была современной, а аграрное образование модным, сам процесс обучения более эффективным. Несомненно, опыт Атановской школы, надо признать, что он, мне кажется, самый комплексный в России. Наверное, есть другие хорошие проекты, но что мне нравится в Татаново, почему я второй год сюда приезжаю, потому что здесь рассматривается именно в разных плоскостях аграрное образование. Мы не говорим о том, что может быть агроном, зоотехник, тракторист выйдет из агрошколы, а мы говорим о том, что ребенок может понять сущность управления природой, а это, соответственно, совершенно другой формат. В рамках форума участники обсудили также вопросы организации питания в сельской школе, тонкости трудового и производственного обучения и воспитания. Кроме того, гостям презентовали наиболее перспективные сорта сельхозкультур, которые уже выращивают в Татаново. А самых трудолюбивых и талантливых школьников наградили благодарственными письмами. Скоро им предстоит собрать богатый урожай. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. В Тамбове студенты дизайна интенсива Державенского университета и студия веб-дизайна «Эверест» презентовали сайт парка «Дружба». Этот проект – один из первых в регионе, который направлен на формирование дизайн-кода города в сети. Площадка, на которой работали студенты Державенского, создает цифровые продукты, интерфейсы для сложных систем, веб-сервисов и мобильных приложений. В ходе полугодового интенсива шесть студентов направления рекламы и связи с общественностью, дизайн, прикладная информатика и социология создали сайт парка «Дружба». В Тамбове есть куча прикольных мест, которые классные внутри, то есть, например, взять тот же Самосеевский или парк «Дружба». Но ты не получишь какой-то плюс-минус исчерпывающей информации и уж тем более какого-то эстетического наслаждения, когда ты пытаешься их найти или какую-то информацию о них получить. Дизайн интенсив стал частью нового проекта «Держава-АйТи». Он направлен на сотрудничество вуза и айти-компании региона. Такой формат взаимодействия позволит готовить компетентных специалистов, востребованных на местном рынке. В Тамбовском молодежном театре честовали горожан, которые спасают чужие жизни. Благодарственные письма и награды получили десятки постоянных доноров и целые коллективы предприятий. С ними пообщался мой коллега Дмитрий Шапкин. Почетный знак «Донорская слава Тамбовщины» как всегда вручают лучшим из лучших. В этом году его обладателями стали 28 человек, совершивших более 100 донаций крови. Роман Брея в донорской семье уже давно сдавать кровь начал несколько лет назад, когда служил в армии. Вернувшись на гражданку, стал делать это чаще. Сейчас примерно 10 раз в год его кровь поступает на станцию переливания, чтобы помочь тем, кто в ней остро нуждается. Мы можем, не знаю, купить компьютер, можем еще что-то сделать, а кровь мы нигде не можем взять. Она только наша, человеческая. Пока никакой альтернативы нет. Если мы не будем помогать другим людям, то ничего у нас не получится. Об этом же на торжественной церемонии сказал в Рио глава администрации области Максим Егоров, который отметил давние традиции донорства в регионе, зародившиеся еще в период Великой Отечественной войны. С момента образования база активно регулярных доноров, компонентов крови в Тамбовской области неизменно росла и составляет на сегодняшний день более 800 человек. Выражаю уверенность, что участники движения доноры Тамбовщины и дальше будут выполнять свою жизненную, важную, почетную миссию по спасению человеческой жизни. Этот нагрудный знак – общественная, но по своей сути самая ценная награда для тех, кто отдает на благо общества самое дорогое – собственную кровь. Последний раз еще до пандемии в 2019 году в Тамбове вручили 19 таких знаков. В 2022-м без малого 30. Рост налицо. А это значит, что в нашем обществе с каждым годом становится все больше людей, способных и готовых к состраданию и самопожертвованию. Дмитрий Шапкин, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей. В Тамбове завершился городской турнир по мини-футболу. Разные районы областного центра представляли семь дворовых команд. Финал турнира проходил на площадке в Парке Победы. В результате первое место заняла дворовая команда «Спартак». Вторые и третьи места достались командам «Локомотив» и «МЖК». Лучшим игроком и вратарем турнира стали Максим Семенов и Степан Шкурко. Отборочные игры турнира проходили на универсальных спортивных площадках. В прошлом году по инициативе главы администрации Максима Косенкова их обустроили в городе по шести адресам. Еще столько же появится в этом году. На сегодня все. Смотрите и читайте нас на сайте tvtombov.ru и в соцсетях. Хороших вам новостей. До встречи.